Знаний, которые дают нам школа и университет, в современном мире уже недостаточно. Безусловно, профессиональные навыки тоже нужны, но, как говорится, нет предела совершенству. Гибкие навыки, soft skills, что это такое, кто и как ими может обучаться? На эти вопросы нам поможет ответить наша гостья, юрист, кандидат юридических наук, руководитель европейского юридического центра и руководитель образовательного центра лидер Арпеник Галаян. Арпеник, добрый день. Добрый день. Как настроение? Отлично. Это же хорошо. Тогда, если хорошее настроение, у меня сразу вопрос в лоб. Soft skills, что это такое? Это наука? Это урок какой-то? Что это такое? Для начала, если перевести, soft skills – это гибкие навыки. Это неизменное качество человека, которыми он должен обладать. Например, комикабельность, тайм-менеджмент, управление собой – это комплекс навыков, которые должны быть у каждого человека для того, чтобы работать, существовать, в семейной жизни. Эти навыки нужны везде-везде. Везде, где мы есть, эти навыки обязательно нужны. То есть это как у супергероев. Оно где-то скрыто внутри, задача вашего центра «Лидер» – их раскрыть и чтобы человек уже ушел. Да, вы знаете, я очень много обучаюсь в разных городах России по разным направлениям. От юриспруденции – это мое основное направление в работе. Медиация и так далее. В том числе, soft skills, развитие эмоционального интеллекта человека. И я поняла одну вещь, что у нас здесь, на Дальнем Востоке, недостаточно развиты эти навыки и компетенции. У нас потрясающие учителя в школе, у нас потрясающие педагоги в университетах. Но в программу не заложены данные дисциплины. Я считаю, что все-таки в программу для старших школьников в школе и в программу в университетах было бы логичнее. Мы же все-таки в современном мире живем, у нас меняются каждый год образовательные программы. И было бы очень даже неплохо, если мы бы смогли внедрить данные уроки в школах, данные дисциплины в университетах. Потому что, на самом деле, это очень важно. И студентам, мне кажется, было бы намного проще вживаться в ту сферу, в которую он пойдет в дальнейшем работать, независимо от того, юрист, он экономист, психолог, без разницы, кто он. Самое главное, чтобы он обладал основными навыками. То есть, по сути дела, soft skills – это вещи, которые должны быть в любом случае, но так как в наших реалиях, в нашей системе образования этот момент не заложен в учебный процесс, и, собственно, дети и студенты это все получают по ходу дела, общаясь с кем-то. Да, да. Дети и студенты получают как раз-таки как доп. образование уже в таких центрах, как у нас, в западной части России, в Европе. Данные навыки, они как уже обязательные дисциплины идут, да, данные? Да. Они обучаются этому со школьных скамей. Все, я думаю, что привыкли к моменту, если мы касаемся образования, это смежная история с работой, уровень интеллекта, IQ, эмоциональный интеллект, что такое? Я могу сказать, что в Европе сейчас уже не проводят тесты в большинстве странах, и работодатели сейчас не нацелены на то, чтобы проводить тестирование на уровень IQ кандидата будущего. То есть, вот эти уже задачки, которые мы видим в интернете, да, задача у директора Google, она не актуальна. Это все, это уже, мы отошли от этого, сейчас уровень IQ, уровень эмоционального интеллекта, стрессоустойчивость, работа в команде, лидерство, тайм-менеджмент. Могу сказать, что эмоциональный интеллект у нас движется на параллели с компетенциями soft skills, и эмоциональный интеллект входит у нас в программу soft skills. То есть, обучаясь по программе soft skills, это как блок? Блок, отдельный большой блок, который неразначенно связан, и мы уже внедрили развитие эмоционального интеллекта, только мы начали прям с малышей, с 4-х леток. Вы знаете, потрясающие результаты у детей, когда 4-х летнему ребенку задаешь вопрос, что ты будешь делать, если Петя тебя обидит? И он знает ответ. Обычно, обычно, как детки отвечают, да, стукну по голове, да, что-нибудь, да, направлено на физическое воздействие. Наши детки по истечении, там, 5 месяцев, 6 месяцев, они говорят, я подумаю, как правильно дать сдачу. Понимаете? То есть, можно дать сдачу словом? Конечно, 4 года ребенку, он понимает, что сначала ты обдумай, перед тем, как что-то сделать, какое-то действие предпринимать, ты сначала подумай, какие последствия будут, а потом уже хочешь дать сдачу ради Бога. То есть, мы не учим детей быть, знаете, тушканчиками, ну, как у нас, да, принято в школе, я не люблю. Все должно быть соразмерно, все должно быть в рамках каких-то. Если ребенок считает, что он должен дать сдачу, что его действительно обидели, он должен это сделать. Но опять-таки, каким образом? Либо толкнуть ребенок удариться головой, либо словом дать сдачу, это же тоже ответ на реакцию. Слово иногда более ранит, как говорится. Конечно. Здесь уже в тандеме с учителями работа будет происходить. Потрясающий результат, мне очень нравится. Подростки. Я вот, да, я слушаю, вот если у детей такие результаты, то точно большинству взрослых нужно пройти курс of skills, чтобы, ну, многих ситуаций вообще избежать. Да, на самом деле, самое первое, где нужно будет уже, когда студенты наши выходят за пределы университета, вузов, СУЗов, они немножко теряются. Идут, когда на собеседование, элементарно, деловой стиль, общение, у них немножечко, они теряются, они замыкаются, да, что вот я вроде как бывший студент, особо ничего не умею пока делать, что мне пиарить, да, себя, что я отличник. На самом деле, я могу сказать, что красный диплом, это не панацея для современного работодателя. Я как педагог в университете и как работодатель, да, одновременно могу сказать, что я не выбираю себе сотрудников по диплому, конечно, да. Мне нужны знания, но в первую очередь мне человеческие качества нужны, в первую очередь, потому что знанием я могу научить, опыт я дам студенту моему бывшему, но человеческим качеством, качеством и вот этим навыкам soft skills я не могу его научить за пять минут. Конечно, мы нашим сотрудникам проводим и тайм-менеджмент отдельно проводим, да. Обязательно, без этого никак, нам не нужны сотрудники, которые будут работать до 9-10 часов вечера, нам нужны эффективные сотрудники, нам нужны стрессоустойчивые сотрудники, да, педагоги, которые работают с детьми, эмоциональный фон абсолютно другой, детки разные и психоэмоциональное состояние у детей разное. Что касается клиентов, вы уже сами понимаете, взрослые, какие бывают, да, когда приходят с проблемами, с юридическими проблемами, то вы не представляете, что творится иногда в переговорной, когда две, да, две стороны одного конфликта встречаются. И здесь, если юрист, он не подкован именно в эмоциональном плане, у него быстро проходит выгорание. Я могу сказать, что у нас были сотрудники, которые увольнялись не потому, что им не нравятся, не потому, что их не устраивают за роботную оплату, они увольнялись из-за того, что эмоционально они не выдерживали, к сожалению. Ох, это прям сложно. Я просто, вот как бывший студент, да, некогда, я закончил университет не так давно, я вот вспоминаю своих одногруппников, ты же когда выходишь с университета, вроде бы получил диплом, ты имеешь какие-то знания за плечами, но идя на работу, на собеседование, ты говоришь в себе, я стрессоустойчив, все, что ты видел где-то в интернете, я стрессоустойчив, я коммуникабельный и так далее. Но когда, получается, уже доходит момент до дела, эти все штампы в голове, они перечеркиваются, и на самом деле человек о себе, грубо говоря, ничего не знает по факту. Конечно, потому что вы настраиваете себя так вести себя, да, вы настраиваете быть таким, а ребята, которые проходят обучение, они не настраиваются. Они такие есть. То есть настолько мощно прорабатываются посредством игровых техник, посредством тестирования, видеоуроков, то есть очень много разных видов вариаций, работая с ними, и они не воспринимают это как нечто, знаете, вот надо быть вот таким серьезным, надо сказать то-то, то-то. У них это обычная жизнь. Условно человек, да, который хочет, действительно, приходя на собеседование, говорить правду, что он коммуникабельный, что он стрессоустойчив, так далее, так далее. Этому всему можно научиться? Можно, скажем так, каждому достичь такого результата? Вы знаете, если есть желание, то да. Как говорится в песне, все зависит от нашей истории. Я 10 лет назад, наверное, 12 лет назад, когда устраивалась преподавателем в Амурский государственный университет, я для себя решила, что не бывает сложных студентов, не бывает тупых студентов. Просто бывают студенты, которые хотят учиться и которые не хотят. Вот те, которые не хотят, они для кого-то превращаются в тупых. Естественно, он не хочет, он из раза в раз не выполняет домашнее задание. Он не превращается в тупого, он просто превращается в человека, который не знает определенный блок в обучении. Ну да. Понимаете? Но он не тупой. И можно развить все компетенции у каждого, но при желании. Если приводит родитель насильно, да, вот даже к нам приводит развитие эмоционального интеллекта, интенсивы проходили, вот педагог чувствует, что ребенка привели насильно. Вот он не хочет, ему 13 лет. Это самый такой тяжелый возраст, 13-15 лет. У нас есть интенсивы по развитию эмоционального интеллекта для подростков. Те, кто приходит добровольно, с желанием учиться, у них потрясающие результаты. Потрясающие, потому что они уже все понимают, абсолютно все. Они прорабатывают, в себе разбираются, да, с помощью арт-терапии. Это методика определенная. Они работают. Но те, которые не хотят, у них блок. Просто блок. А как маленькому ребенку донести хотя бы сам факт того, что существует? Вот такая история. Игры, картинки, обезьянки, панды, с которыми они работают. У нас есть потрясающие педагоги, которые это все прорабатывают. То есть это уже касаемо процесса обучения. А я вот имею в виду момент до прихода. Они не понимают. Маленькие четырехлетки, они не понимают, что они пришли на развитие эмоционального интеллекта. Они пришли на очередное занятие. Очередной кружок, в котором мама записала. Это вот что касается четырехлеток. Что касается семи-восьмилеток, школьники, они прекрасно уже понимают. Естественно, они на первых занятиях смеются. Бывали случаи, когда у нас приходит ребенок, плачет первые три занятия. Как будто в детском лагере. То есть две недели, да, он плачет, я не хочу, мне заставляют. А кто тебя заставляет? Тебя просят или заставляют? Мне сказали нарисовать. Так тебе сказали или тебя настоятельно попросили? Ну сказали, не хочешь, не рисуй. То есть опять-таки блок у ребенка, да? Ну да. Все, педагоги через два-три занятия, это все проходит. Они с удовольствием приходят на занятия. Могу сказать, что вот из всех ребят, которые приходили, ни одного ребенка не было, чтобы он не дошел до конца. Ну то есть тут момент такой, что нужно не заставлять, а нужно, чтобы ребенок пришел и сам ответил на свои вопросы. То есть зачем ему это нужно и почему его просят делать ту работу? Да, здесь первое время у нас работа идет плотно с родителем. Чтобы после каждого занятия педагог скидывает в общую группу, что они делали на занятия, над чем работали конкретно. И если ситуация, которая там, например, проработка с гневом, если случаются моменты в семейной жизни, да, там в течение двух дней, просим родителей, чтобы они обратили внимание и придерживались нашим рекомендациям, непосредственно рекомендациям тренера. И все прекрасно. Как плохо, что не было в мое время такого. То есть сейчас, если это рассматривать, это прям очень хороший трамплин для детей во взрослую жизнь. То есть они когда заходят в незнакомую атмосферу, когда они заходят в незнакомый коллектив, они знают, да, я поговорю так, 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 я выберу людей, которые условно, там, адекватные, например, да, я могу с ними наладить контакт и так далее, я ввожусь в коллектив. То есть у них путь сокращается. Да, я могу сказать, что все-таки это не совсем новые навыки. Это было когда-то, это было. Просто оно было очень запущено и забыто. И профессора эту тему поднимает, да, в новом уже, в новой реалии, в новом мире, с новыми потребностями. И, естественно, мы уже укомплектовываем по-новому. Хотя это все в советское время, я могу сказать, что вот эти блоки, они были. Ну, то есть все новое, это хорошо забыто о старом, но сейчас произошла такая вот модернизация, оно проще, оно доступнее, оно понятнее. Да, есть блоки, которые совсем новые, но есть часть блоков в образовании, в этом обучении, которые, ну, не совсем новые, я могу сказать. Хорошо. Вот смотрите, что касается малышей, школьников, студентов, а вот что касается взрослых? Со взрослыми могу сказать, что ситуация немножко сложнее. Казалось бы, да, взрослые понимают абсолютно, для чего им надо, что это такое, каким образом проходят занятия. Но мы все прекрасно знаем, что английский язык лучше изучают четырехлетки, да, детки, чем уже во взрослой жизни. Здесь то же самое. Не все взрослые люди хотят работать со своими страхами, не все хотят говорить о них. Потому что они уже понимают, что это такое. Конечно, в этом и сложность заключается, что не все взрослые готовы открыться. А без этого занятия они не будут продуктивные. Конечно, нам хочется. Поэтому мы сейчас и хотим опробировать soft skills обучение до окончания вузов-сузов. То есть возраст где-то 22-23 года. Мы сейчас опробируем полностью и потом уже увеличим молодежь. У нас молодежь до 35 лет. Три самых важных навыка soft skills. Могу сказать, что это эмоциональный интеллект, умение адаптироваться и коммуникационные навыки. Это самые-самые основные навыки. ТОП-3. Запоминайте, пожалуйста. Так, и что? Тест может быть какой-то для меня? Давайте тест проведем, насколько хорошо у вас развит эмоциональный интеллект. Я в себе не прям уверен, но пройду. Первый вопрос. Когда вы огорчаетесь, вы четко понимаете, из-за чего вы огорчены? Да, безусловно. Да. Да? Хорошо. Второй вопрос. После огорчения, например, вы потеряли 100 миллионов. Вы сильно расстраиваетесь? И второй, здесь же под вопрос. Вы быстро приходите в себя? Нет, ни в коем случае. Я моментально расстроюсь и очень долго буду приходить в себя. Просто сумма такая неподъемная. Третий вопрос. Третий вопрос. Умение говорить «нет». В своей жизни вы можете четко сказать «нет»? Нет. А вы знаете, что это всё-таки действительно навык? Умение говорить «нет» в том случае, когда вы не можете что-то сделать, не причиняя себе неудобства, либо дискомфорт. Ну вот у меня не получается. Это вот определённый навык, которому тоже нужно учиться. Идём учиться. Виктор, могу сказать, что вам можно и нужно проработать с развитием вашего эмоционального интеллекта. Я считаю, что Виктору это не помешает жизни, а поможет развиваться и продвигаться по карьерной лестнице дальше и дальше. Я бы честно хотел, чтобы это было в моей жизни и те 100 миллионов, которые я потерял. Что я могу сказать? Я Виктора приглашаю на бесплатное обучение. Спасибо. Да, в рамках нашей программы. Потом уже у Виктора узнаете, каково это обучение, понравится ли ему или нет. Все запомнили, даже они. Так что всё. Я приду обязательно. Будем ждать. Хорошо. Что касается самого обучения. Soft skills, да? Из разговора я понимаю, что это эмоциональный интеллект, условно одно направление. Какие ещё блоки имеются важные? Блоки важные. Это управление собой. Следующий блок – это у нас эффективное мышление. Третий блок у нас будет лидерство. И четвёртый блок – коммуникация. Но могу немножечко рассказать о каждом блоке. Буквально на примерах. Что такое, например, управление собой? Это управление эмоциями. Не буду повторяться. Мы уже говорили. Управление стрессом. Далее это идёт тайм-менеджмент. Вот сейчас это очень важная история. Это боль наших работодателей. Это боль всех, наверное, сотрудников. Ну, наверное, 80% сотрудников. Всё, что можно сделать сейчас. Ну, они понимают, что до вечера это терпит. Зачем делать сейчас? Можно чай выпить. В Инстаграм. В Инстаграм посмотреть, сколько лайков. А потом 6 часов. Без 15-6 они понимают. 15 минут осталось. Надо добить. Потому что завтра это нужно срочно сдать директору. Что они делают? Они до 9 часов сидят. Это всё выполняют. Называется почему? На следующий день человек уставший. Через неделю это просто дохлое пони. Через месяц он разочаровывается в своей работе. Через 2-3 месяца он недоволен абсолютно тем, чем занимается и увольняется. На самом деле проблема намного проще. Тайм-менеджмент. Управление своим временем. Ценность времени. Нужно понимать, что в сутках всё-таки 24 часа, а не 36 или 48. Хотя я бы очень хотела, чтобы в сутках было 36 часов. Это моя мечта. На самом деле моя мечта, но, к сожалению, этой мечте никогда не сбыться. Дальше. Использование обратной связи. У нас очень многие не умеют использовать обратную связь. Когда что-то делают, нужно обязательно спросить, а как вам услуга? А понравилось ли вам? То есть люди боятся именно не обратной связи, а критики? Ответа. Они боятся то, что ему ответят. Конечно, критики. Когда мы ставим независимого эксперта, да, прозвонить нашим клиентам. Сразу, наверное, страх такой, да, а что скажут про меня, про мою работу? Так, я вроде всё хорошо сделал, но вот был момент, когда я ему не ответил в 10 часов вечера. Надо будет потом директору оправдаться, почему я в 10 часов не ответил. Это тоже есть. Нужно с этим уметь работать. Планирование и целеполагание. Нужно планировать свой день. Обязательно. Без этого всё у вас полетит. Конечно, голова – это здорово. Здорово, что мы всё можем запомнить. Но невозможно каждую минуту запоминать. То есть если вот открыть мой планер, да, у меня прям… Я не представляю, что там. У меня всё записано, иногда бывает на параллели. То есть сделка может идти в переговорной, и параллельно я могу выйти, юриста там оставить, у себя в кабинете применять второго клиента. Но это я тоже записываю. Раньше, как говорится, когда мы были более моложе, да, я пыталась, я же всё запоминаю, у меня потрясающая память, я ничего не забуду. Но, знаете, моя бабушка, Царство Небесное, она знала все стихи наизусть с первого класса. Когда я была школьницей, я удивлялась, как так бабушка помнит все стихотворения. А всё просто, потому что её процессор, как я говорю, наш мозг, это наш процессор, он не был забит лишней информацией, ненужной. Ведь посмотрите, сколько ненужной информации мы читаем, слушаем. Вот это моя проблема вообще. Это ненужная информация, нужно ограничить себя от этой информации. Это было бы потрясающе, если человек всё-таки научится не принимать, не читать лишнюю информацию. Это, кстати, тоже вот совет. Не читайте ненужную вам информацию. Я не могу. Приходите, я вас научу. Я очень хочу, потому что я условно знаю, как зовут маму Джонни Деппа, я понимаю, что это мне не нужно абсолютно. Вот у меня вот такого прям, ну, вагон. Как говорил мой профессор Авакян, у которого я защищала кандидатскую диссертацию, у меня была проблема, наверное, сколько лет назад, лет шесть назад, была проблема, что очень много информации я зачастую забывала самое важное. Я говорила, Сурен Адбекович, как вы в своём возрасте запоминаете всё? Он такой на меня посмотрел, говорит, нет, я не запоминаю всё. Вы что? Я запоминаю только то, что мне нужно. И я не читаю ненужную мне информацию. Дальше, что касается эффективного мышления. Это системное мышление, это креативное мышление. Нам нужны креативные сотрудники. Как я говорила, сейчас недостаточно быть краснодипломником, отличным студентом, как я говорю, пионером. Нам нужны ребята креативные. В общем-то, если понимать, да, вот эту всю историю буквально, то и руководитель должен понимать, что ему нужны такие-таки-таки-таки-то люди, да, креативные, коммуникабельные. И то есть он сам должен понимать, что это такое и как это должно, в принципе, работать. Это же вообще замечательно. И следующий навык, это у нас коммуникабельность. Это умение слушать, деловое письмо, деловая речь. Очень многие не умеют писать, к сожалению. Очень многие не умеют себя вести в судебных заседаниях. Ну, опять-таки, я всё проецирую на студентах, да, и в юридической сфере. Ну, мне просто ближе. Ну, как понятно. Если этому научиться, будет потрясающий результат. Вот прям хорошее дело вы делаете. С самого начала деткам объясняйте, что там сложно, там нужно уметь двигаться. И вот это хорошо получается. Вы знаете, я счастлива от того, что у меня у самой четверо детишек. Ого. Ого. Как вот так хорошо поговорим по поводу вашего тайм-менеджмента, как всё успеть. Да, на самом деле, мое утро начинается очень-очень рано. Заканчивается мой день очень поздно, потому что я не просто мама четверых детей и несколько направлений в работе. Я ещё сама постоянно обучаюсь. Всю мою жизнь, мы вчера буквально разговаривали с сотрудником, что не было ни одного года, чтобы я не училась. Начиная со школьных скамей. Я даже в декрете, будучи, во-первых, я в декрете никогда не бывала. Мой декрет – это неделя в роддоме, неделя после роддома. Вот последние у нас детишки – это двойняшки. Даже с двойняшками у меня всего неделя после роддома было. Зато, знаете, некогда скучать, некогда говорить о том, что вот я ничего не успеваю, вот мне плохо. Всегда спрашивают, да, почему вам никогда не бывает плохо? Но иногда бывает. Я же человек. Ну, конечно, столько информации. Но благодаря тому, что на самом деле это я сейчас ни чуточку не приукрашиваю, благодаря тому, что я очень многое знаю в обучении именно эмоционального интеллекта, именно вот этих компетенций, навыков, это мне помогает в моей жизни. Слушайте, это вы, знаете, вы на кого похожи? Вы похожи на друга, который знает чит-коды на ГТА. Вот сразу жизнь проще становится. Да? Мне кажется, что стесняться ни в коем случае не нужно, нужно всегда учиться, познавать новое и совершенствоваться. Это круто. Круто, когда человек постоянно… Сейчас модно быть умным. Вот. Это хорошая мода. Абсолютно. Сейчас, мне кажется, не модно курить, не модно выпивать. Сейчас модно красиво отдыхать. Могу с уверенностью сказать о том, что сейчас недостаточно получить только классическое образование. Недостаточно. У меня юридическое образование первое, у меня второе экономическое образование. Не потому, что я коплю дипломы. Надо не показывать количество дипломов, чтобы показать человеку, что ты умен, либо коммуникабелен, либо стрессоустойчив, а быть таковым. Поэтому мы учим. Самое главное – знать, что делать. Ну, конечно, конечно. Чит-коды для жизни мы сегодня узнали. У нас в гостях Арпения Галаян. Спасибо большое. Было очень приятно. Всегда рада. Взаимно.